Вы, наверное, слышали миф про другого великого философа Солона. Слышали миф такой? Такой был великий Солон, который с Киром спорил. Рассказал вам этот миф когда-нибудь? Нет? Такой же был, как Диоген. Но был такой философ в Греции, тоже самое, с Богом дружил, отношения у него хорошие. У него все было нормально, и слава о нем была по всей Греции. И по всему миру, и в Иране, и везде. И вот Крес, царь Лидии, а Лидия тогда располагалась на территории Малой Азии, то есть современной Турции. Мощное арийское государство лидийцев, да? А Крес был, вы наслышали, богат как Крес. То есть такое выражение. Он был очень богатый царь, что только у него не было. И он решил блеснуть перед Солоном своими богатствами. Ну и пригласил Солона к себе. Говорит, давай, приезжай, я тебе покажу. По-настоящему, какой я счастливый. То есть у него, что материализация и осознание было на таком уровне, он считал, что много имеет материального. Он богат. Он защищен со всех сторон. Ну, Солон приехал к нему на корабле, вылез с корабля, зашел в море, выстирал в море свой хитон шерстяной. Там заплакку очередную ему присобачил, пришил. Там дырка была какая-то у него. И пошел с гордым видом. Приходит, увидел, о, Солон, ну что ты ходишь, у тебя такая одежда, ты у меня можешь взять все, у меня там пурпурные плащи, ты же такой великий. Тебя все знают, все перед тобой преклоняются. Возьми у меня все. Ты посмотри, какой я счастливый. И повел его по своей, показывать ему свою сокровищницу. Привел его. Там ящики с алмазами, там мешки с золотом, там у него там слоновые клыки, там горами лежат. Все. А этот спокойно идет, поглядывает, ну и что, говорит, что, ты посмотри, какой я. Он говорит, да что я, это сегодня твое, завтра не твое. Ты, говорит, сам-то ты из себя ничего не представляешь. Ты же сам пустой. Ты ничего не понимаешь в этой жизни. Это ему Солон говорит. Богатство-то внутри человека. Оно духовное, а не внешнее. Ну толку, что ты это все имеешь. Ну и что дальше? Тот говорит, ну ты возьми у меня что-нибудь. Да мне, говорит, ничего не надо. Мне творится так, все дает. Я все имею. Мне в этой жизни ничего. Я счастливее тебе. Я самый счастливый человек. Ты не понимаешь и не поймешь. Собрался и ушел. Собрался и ушел. И тут началась война Кира Персидского с Крезом. Ну Крез был тоже подраться, не дурак. Он войну с Киром, летнюю кампанию даже выиграл. Вытеснил персов со своей земли. А на землю распустил армию. А Кир был талантливый полководец. Он атаковал Лидию зимой. И не успел Крез собрать свое войско, как сарды столицы была осаждена персами, взята штурмом. И вот теперь Крез лишился всего, что у него было. Кир пришел, персидский, да, царь из Персии. И отобрал у него все сокровища, все забрал. Всех его красавиц. Жен в свой гарем. В общем, все отобрал. Ничего ему. А его самого привязал к столбу. Обложил его этим, с боярами его хворостом. Решил их всех зажарить. И вот он стоит на этом костре и вспоминает Солона. Говорит, о, Солон, Солон, ну ты же был прав. Все, что было у меня, я думал, я такой счастливый. Все у меня, все ушло. И я сейчас сгорю живьем со своими всеми. А Кир слушает, а что он там балаболит? Про кого-то Солона вспоминает. Да вот, он вроде как Солона знает. Достаточно было Киру услышать, что Крез знает Солона. Имя Солона спасло Креза. Убирайте его скорее с костра, скомандовал Крез. Он знает Солона, может быть, он и мудрый мужик. Чему ты научился у Солона? Давай его сюда. Притащили этого Креза, поставили. Говорит, ты чему учился у Солона? Говорит, да я учился вот не накапливать, чтобы у меня ничего не было. Знание, только знание, только духовность. Это единственная ценность. И об этом говорил мне Солон. А я его не понял. Я вот вел себя не так. А теперь это все твое. Вот ты меня ограбил, ты забрал у меня и государство, и жен моих, и ящики с золотом, и бриллианты. Все у тебя. Я вот так вот. Он говорит, ну ладно, ладно, не стани. Я отдаю тебе сарды, ты будешь у меня сатрапом, будешь царствовать в сардах, будешь управлять своими сардами, я тебе оставляю жизнь и даже власть даю. А ты будешь моим советником, потому что ты, ты самого Солона знал и общался с самим Солоном. Это дорогого стоит. Поэтому твое слово для меня будет значимо. И вот, значит, на самом деле многие вещи понял этот Крес. Много понял. Дошло до него много. Вот когда он на костре посидел, голой задницей, он понял, что дело-то плохо. И что может так кончиться для любого материалиста. Что делать? И он решил уже помогать Киру, даже как Солон пытался помочь ему, объяснить Киру, что не лезь, не воюй, не хватай, не тащи. Ты создавай условия в своей империи духовного роста. Не грабь ты другие народы, не завоевывай, не проливай ты эту кровь. Что ты делаешь? И вот когда собрался, а Кир захватил Вавилонию, Египет захватил, он всех побеждает, все захватывает, и он собрался двинуться на скифское царство. На массагетов, так написано у греков. На самом деле это наши предки, это скифы, которые жили на территории Средней Азии. Собрал огромную армию, гигантскую армию, и собрал своих советников. И вот все советники, о Великий, о Кир, ты победишь этих варваров севера, ты их разобьешь, они такие-сякие, мы должны покорить до самого скифского моря, всю эту территорию огромную. А когда дошло до Креса, Крес говорит, слушай, Кир, не лезь туда, пропадешь. Вот то же самое мне когда-то говорил, что не цепляйся, не хватай, не копи, тебе все мало, у тебя и так все есть. Чего ты поперся на этих массагетов? Чего тебе они сделали? Останься, не ходи на них войной, это мой тебе совет. Ты хотел от меня советовать? Я вот тебе говорю, пользуйся, живи тем, что у тебя уже есть. Хватит тебе хапать, сколько можно. Ну, Кир был такой же умница, как и сам Крес по молодости. Говорит, так, ты мне дал совет, дурацкий, придурочный, собирайся уезжать к себе в Сарды, там можешь советовать кому хочешь, а я пошел войной на массагетов. Он пошел войной на массагетов, пошел. Ну, а что, он, конечно, был очень умный, сильный полководец. Первую битву ему удалось выиграть у скифов. Но вторая битва для него была роковой. Царица Тамарис собрала огромную армию, затащила его войско в степи ужасающие, сухие, где не было воды, окружила эту армию и трое суток закидывали скифы своими стрелами армию Кира. И к концу третьего дня битвы вся армия легла, и сам Кир лег. И вот, наверное, умирая, наверное, вспомнил. Успомнил, наверное, слова Креза, своего советника. А Тамарис приказала найти Кира на месте сражения. Подошла, попросила человеческой кровью наполнить бурдюк. Как это по легенде так. И потом она ему отрубила голову, взяла за волосы и в бурдюк кинула. Говорит, хотел крови, напейся. Вот так кончилась жизнь великого Кира. Хотя о нем до сих пор вы ранее помнят, как о великом полководце. Но он был тоже материализованный, ненормальный. Все было мало и кончил вот так. Я вам, для чего это все рассказываю, чтобы вы понимали, как система, как система работает с древних времен. Она очень давно начала вот это действие. Стравливание и борьбу за ресурсы. Борьбу за... Тогда ресурсы-то были смехотворные. Золото там, бриллианты там, ткани там, ну шелк там еще у китайцев. Надо было до этого шелка добраться и тянуть этот шелк из Китая за великий шелковый путь. Но сейчас, сейчас вся техногенная цивилизация посажена на иглу ресурсов. Вы представляете, Россия-то является каким лакомым куском для Запада. У нас 60% всех ресурсов планеты в России. Это только разведанных, а сколько неразведанных. У нас мировые запасы кобальта. У нас мировые запасы урана. У нас мировые запасы титана. У нас мировые запасы хрома. У нас меди, а медь это стратегический металл. У нас есть гора серебра, которую, кстати, уже нашли, но ее пока никто не разрабатывает. Представьте себе целая гора серебра на востоке. Стоит гора, чисто серебро. И вот это все, это все принадлежит нашему народу. Вы можете себе представить, сколько ярости, сколько зла у тех, кто не владеет этими ресурсами. А ему надо эти ресурсы перевести в деньги.